Музыкально-танцевальная вечеринка в столовке от арт-группы «Хлеб» прошла в Иванове. Уже несколько лет подряд креативная молодежь областного центра собирается вместе, чтобы самовыразиться и отдохнуть в творческой атмосфере. Кроме этого, раз в год в Иванове проводится фестиваль «Хлеб», который задумывался организаторами как художественная акция для людей, которые интересуются современным искусством или ищут способы раскрыть себя. «Хлеб» изначально – это определенная аббревиатура. Каждая из букв, вот это вот слово, которое знакомо нам всем с детства, и мы каждый день пользуемся им, хлебом. «Хлеб» расшифровывается как художественный, литературный, единовременный и безграничный. И первоначально мы планировали его именно как фестиваль, а сейчас это и фестиваль, и арт-группа. Ряд хлебных мероприятий проходил на заброшенных заводах, которыми славится наш город. Концерт в столовке не стал исключением. Молодежная вечеринка состоялась на территории бывшей фабрики «Ним». Мы делаем такое мероприятие, которое объединяет в себе уже не только и, может быть, не столько художников, сколько музыкантов, людей, которые предпочитают здоровый образ жизни, людей, которые тоже чем-то увлечены какой-то своей идеей. И сегодня мы, так скажем, представляем такой вечер, наполненный полностью. И то, что можно послушать, то, что можно увидеть, то, что можно покушать и то, что можно попить. Благодаря клубу любителей вкусного чая в этот вечер все желающие смогли попробовать эксклюзивные китайские чаи. Хороший чай для хороших людей наливали совершенно бесплатно. Сорта и виды напитков подобрали в соответствии с сезоном. Дяньхунь, Сиджень, Кудин и Байхау. Это чаи для зимы или для начала зимы. То есть для повышения иммунитета, для хорошего настроения. И вообще, ну это такой как бы наш выбор сегодня, и хотим попробовать. Под музыку корней, которая объединяет этнические классические инструменты, традиции Индии и Востока, Алиса Банникова исполнила очень грациозный и пластичный танец. Это, в общем-то, чистейшая интерпретация музыки, то, как я ее чувствую, как я ее вижу. Танец под живой оркестр, это, конечно, совсем другое дело, чем под какую-то запись. Это совершенно другая энергетика, тут эмоции закрёстывают просто. И ты отдаешься музыке, и не думаешь ни о стиле, ни о чем практически. Тело само тебя несет. Группа «Гомариус», которая аккомпанировала Алисе Банниковой, играет многоплановую музыку. Своим творчеством ребята пытаются передать чувство единения между людьми. Группа «Гомариус» стремится объединить разные культуры, музыку, написанную разными народами – восточную, индийскую, славянскую, ирландскую, европейскую. Пытаемся найти общий корень этих народов, тот общий знаменатель, который объединял эти народы в самых первых истоках. В нашем коллективе звучат разные музыкальные инструменты, например, ситар – национальный индийский инструмент, джамбы, которые вы слышите за спиной, африканский народный инструмент, национальный перкуссия, ситарный инструмент, различные флейты, барганы. Необычной музыке соответствовало и необычное угощение. Ивановский веганский коллектив предложил гостям вечеринки попробовать блюда без использования яиц, молока и других продуктов животного происхождения. Традиция угощать вкусной и полезной едой на вечеринках появилась в Иванове этим летом. Опыт переняли у москвичей. Готовят вегетарианскую еду прямо при вас и распространяют по свободной цене. То есть каждый может заплатить, сколько считать нужно. То есть кто-то может заплатить по 100 рублей, кто-то может бесплатно ее взять, потому что у него вообще нет денег или не хватает денег на проезд. Тем, кто решил прийти в этот день на музыкально-танцевальную вечеринку, в прямом смысле слова хватило и зрелищ, и хлеба. Хорошие люди, вкусная еда, отличная музыка. Что еще нужно для теплого вечера и классного мероприятия? Очень нравится атмосфера, такая свобода, такой креатив, очень нравятся музыкальные инструменты. Хотя такой звук вроде бы однообразный, но не надоедает. Вот, очень нравятся люди вокруг, такие все тоже свободные, такие все творческие. Теперь хлеб – это не только фестиваль, но и арт-группа единомышленников, которая этим летом в одном из полузаброшенных помещений Нима организовала творческий кластер. Там смогли себя реализовать и художники, и музыканты. Но с наступлением холодов свободная для творчества территория оказалась закрытой для современного искусства. Теперь арт-группе придется искать новое хлебное место. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова. Субтитры создавал DimaTorzok